Корень имбиря Имбирь это чудо-лекарь, лекарство от многих болезней Очень вкусная ароматная специя, особенно сам свежий по себе корень В принципе и порошок тоже достаточно ароматный Без имбиря трудно представить себе индийскую, грузинскую, армянскую кухню В свежем виде имбирь не такой острый и горячий, как в молотом И в свежем виде практически всем он подходит В молотом больше увеличивает питу, увеличивает огонь Это очень древняя пряность, она была завезена в Европу в средние века Тогда считалось, что имбирь очень сильно помогает при профилактике чумы Пожалуй, это одна из самых лучших с отличных специй на земле Благостных таких специй Посмотрите, какой красивый цветок у этого растения Чай из свежего имбиря можно практически всем Нужно только немножко регулировать остроту В среднем, чтобы не слишком острый чай получился Это один маленький ломтик на стакан кипятка Имбирный чай – это отличное средство от простуды Он усиливает пищеварительный огонь Он нейтрализует скопившиеся в желудке токсины Он помогает лучше усвоить пищу При начальных признаках простуды и для профилактики Имбирный чай можно пить с лимоном и медом Не забывайте, что, согласно Аюрведе, мед мы кладем в остывший до 40 градусов чай Потому что выше 40 градусов при нагревании мед становится токсичным Чтобы подсушить мокрый кашель, добавляйте в имбирный чай гвоздику Но гвоздику нужно поварить немножко Не просто заварить, а поварить хотя бы 5 минут Имбирь выводит токсины Увеличивает приток кислорода к легким тканям Знаете, вообще его уникальность в том, что он воздействует на все ткани в теле человека Это корень растения семейства имбирных И он помогает также человеку снимать физическое и психическое напряжение после перегрузок А корни, все корни растения обладают такой силой Они дают человеку стойкость, силу, выносливость Если вы тренируетесь с нагрузками на суставы Бывают мышечные боли Мышцы устали, перегружены Боль в позвоночнике Вы найдете рецепт в приложении, как сделать имбирную ванну Наши семьи ее очень любят Или как приложить пасту из молотого имбиря на болезненные места Очень приятно принимать имбирную ванну 10-15 минут всего можно такую ванну принимать Имбирь согревает кожу, как горчица примерно Но очень мягко, он не обжигает, как горчица И имбирь обезболивает при растяжениях, мышечных болях Как я уже сказала, можно прикладывать кашица из имбиря, из сухого имбиря и воды Помогает это укачивание в транспорте Если вы собираетесь в дорогу, узнаете, что кого-то из ваших близких или деток укачивает Сделайте легкий, неострый имбирный чай Можно с травами чай сделать Можно с обычным чаем добавить просто в него отвар имбиря И можно несколько капель лимончика добавить Можно сделать цукаты имбирные Они тоже, можно их жевать, они помогают в тукачивании И конечно, имбирь вообще считается одним из лучших стимуляторов пищеварения При слабом и вялом пищеварении, при низварении, при плохом аппетите Это такое мягкое противопаразитарное средство На щитовидную железу очень положительно влияет Нормализует ее деятельность В кулинарии применяется он настолько широко, что, пожалуй, трудно сказать, где он не применяется Это и чаи, и напитки, даже в квасе, в холодных напитках Первые и вторые блюда Овощные блюда, зерновые, бобовые Молочные блюда, выпечка, сладости Салат, соусы, лепешки Вкус и аромат его такой тонкий и изысканный, что он сочетается практически с любой другой пряностью Лично я люблю имбирь, особенно свежий Использую его везде Особенно люблю потереть его в салат Или добавить в сыроедный соус из авокадо или из орешков Вы знаете, что популярен маринованный имбирь Из Японии это пришло к нам Его кушают суши, сырой рыбой Не зря, да, как бы защищает, своеобразная защита такая идет Так как, ну, в сырой рыбе могут быть опасности для человека Но маринование с уксусом здесь есть немножко негативный эффект Раздражение слизистой желудка может быть Аюрведа считает, что уксус это яд для любого человека Для любого типа конституции Особенно для тех, кто огненные типы И на востоке также очень популярен засахаренный имбирь Наверняка на восточных рынках вы можете встретить такую сладость Цукаты из имбиря и добавляют его в сладости Имбирь входит в состав смеси пряностей различных Карий, масала, гарам, масала Он богат витаминами А, С, витаминами группы В И различными минералами А также в нем есть незаменимые аминокислоты, белки Как правильно выбрать имбирь? Чем корень моложе, тем лучше, тем он полезнее В нем практически не будет волокон Когда вы будете разрезать, не будут такие ниточки торчать волокон Светлая кожица должна быть Твердый такой, он плотный должен быть, не сморщенный И без потемнений на кожице Если нет потемнений, кожица тонкая Этот корень можно употреблять вместе с кожицей Не очищая, прямо так тереть салаты Если уже такая плотная кожица, да, уже сморщенная Немножко лучше ее очистить В холодильнике считается, что не больше недели Можно хранить его после того, как вы его срезали Или разрезали Сушеный корень можно хранить долго Где-то до 4 месяцев И помогает улучшить пищеварение Если вы пожуете кусочек имбиря с щепоткой соли После тяжелой жирной пищи Это такой древний аюрведический рецепт Древнее средство После сладости Если вы покушали в конце еды сладости Вы знаете, что аюрведы не рекомендуют заканчивать прием пищи сладким Потому что сладкое, оно гасит пищеварительный огонь И у человека как бы останавливается пищеварение Замедляется обмен веществ Поэтому, если вы поели все-таки сладкое То попейте имбирный чай И можете пожевать кусочек имбиря Организм сразу получит сигнал Что все, пора разжигать огонь 1 см корня имбиря, добавленного на литр свежего молока Позволит хорошо усвоить это молоко Даже если у вас есть трудности с его усвоением Очень удобно использовать порошок имбиря в походах На йога-турах мы используем Перед тем, как ложиться спать Когда ужин уже переварился Если прохладно вечером То мы пьем там молоко с имбирем С другими специями согревающими Это и защита от простуды И хороший крепкий сон Как и куркуму и черный перец Имбирь понемногу можно добавлять в пищу Для профилактики паразитарных вирусных инфекций И в психологическом плане имбирь активизирует умственную деятельность человека Улучшает память Дает способность противостоять трудностям Повышает устойчивость к стрессам, к нагрузкам Снимает напряжение Причем любое, физическое, психологическое Если вы вечером пришли Можно попить имбирный чай Можно принять имбирную ванну в этих целях Устраняет вялость, апатию Еще имбирь помогает развить уверенность в себе Целеустремленность, коммуникабельность и обаяние Говорят, что дорога имбиря – это дорога любви Он позволит расцвести самым светлым и благородным качеством в вашей душе Если вы его употребляете А в древности считали, что имбирь помогает от порчи С глаза помогает восстановить ауру